Здравствуйте! Очень часто можно услышать пожелания. Живите себе в удовольствие. Что же такое удовольствие и наслаждение современного человека? Именно эту тему я сегодня хочу раскрыть и как можно глубже её затронуть. Мы живём сегодня век информационных технологий. Учёные ещё это время называют постиндустриальным обществом. Общество, которое сменяется в каком-то неустанном темпе и вихре, влияет и на политику, и на экономику, и на наши социальные отношения. Так что же это такое удовольствие? И почему мы так хотим его получить? И почему в погоне за этим удовольствием иногда человек, по сути, решается на всё? Сегодня информация, знания становятся капиталом. Сегодня всё больше и больше людей уходит в сферу услуг. До 60% населения занято именно в этой сфере, что говорит о том, что действительно желание доставить удовольствие, получить какое-то наслаждение, становится сегодня во главе всего. Этот термин в своё время появился в древнегреческой философии. И основоположником этого учения является философ Аристип. Он высказал такое убеждение о том, что удовольствие — это та ценность человеческого бытия, которая необходима для гармоничного существования. В своё время он придумал эту целую теорию культа удовольствия и наслаждения, которая получила название «гедонизм». Продолжил и подхватил потом это учение. Уже тогда эпикур, который в своё время говорил о том, что у человечества есть всего две составляющие — это удовольствие и страдание. И никакой человек никогда набровольно не предоставит себе страдание, поэтому достижение максимального удовольствия — это и есть некая цель жизни, есть некое понимание ценности бытия, и человек должен насладиться, удовлетвориться в жизни настолько, насколько он максимально может себе это позволить. Конечно же, эту тему неоднократно поднимали в литературе. Хочется вспомнить произведение Гёте «Фауст». И напомню краткое содержание. Сегодня начинается повествование с того, что Господь вступает в спор с сатаной в облике Мефистофеля, и они заключают пари относительно Фауста. Господь говорит о том, что этот человек — самый ревностный почитатель благости и служитель Бога. Мефистофель же бьёт по рукам и говорит о том, что он сможет искусить его и ввести в мир искушения настолько, что он просто тогда забудет все свои добрые, светлые помыслы жизни существования. Ну и, как помним, на страницах этого повествования говорится о том, что Мефистофель всячески пытается искушать главного героя. Он его искушает и златом, это и афера сказной государства. Он ему дарует самую лучшую женщину, земную Елену, которая потом дарует ему ребёнка. Всё прошёл в своём желании познать удовольствие Фауст. Потом у него ещё также была страница, когда он совратил невинную крестьянскую девушку и после чего даже убил её брата. Казалось бы, вот та череда событий, которая захлестнула Фауста, она всё дальше и дальше отдаляла его от Бога. И когда уже в последний момент, по сути, копают могилу Фаусту и говорят о том, что Бог проиграл, тогда Фаусту рисуется некий такой эпизод, когда он является вождём свободного племени и когда он это удовольствие спроецировал, срегенерировал на то, чтобы повести этих людей к светлому будущему. И в последний момент ангелы забирают его на небеса. То есть этот ход повествования говорит нам о том, что, в принципе, если ты хочешь получить удовольствие от какого-то начала, когда ты даруешь счастье многим, это, конечно же, возвеличивает тебя и приводит тебя к какому-то начинанию понимания твоего благостного существования. Не могу не тронуть ещё одно произведение. Это портрет Дариана Грея, где в ходе повествования главный герой из прекрасного, талантливого юноши превращается в чудовище, когда он вступил в сговор с собственной совестью или же собственным портретом, когда он договорился о том, что он сохранится таким же великолепным, прекрасным, красивым, 20-летним юношей, а стареть его будет портрет. И вот этот портрет отражал всё то естество, всего того гедонистического удовольствия, порой порочного, какого-то пагубного, пахотливого, которое очень изменило человека. В конце концов, он так до конца не раскаялся и не понял. Он во всём винил этот портрет, который сотворил с ним такое злое и чёрное. Этот портрет, который представлял ужасного старика. Этот портрет, который, в общем-то, конечно же, передавал естеству и начало тех внутренних взглядов, убеждений главного героя. И в конце концов, естественно, он закончил очень плохо. И всяческие притоны, и те порочные, пагубные поступки, которые сопровождали его. Вот здесь гедонизм, по сути, очень восходит к началу алчности и эгоизма. Вот если рассматривать в таком контексте, неужели гедонизм или удовольствие современного человека настолько пагубно и настолько разрушает его? Я уже вначале сказала, что мы живём в век информации, и эта информация на сегодняшний день во многом захлестнула нас. Мы потребляем терабайты информации, и эта информация видоизменила нашу сущность. Есть такая фраза, «Ты то, что ты ешь». И если употребление лишних калорий приводит к ожирению, то употребление лишней информации, которая сегодня сопровождает нас в интернет-пространстве, в информационной какой-то среде, эта сфера во многом нас изменила настолько, что можно говорить о информационном ожирении. Были проведены исследования, которые, мне кажется, будут интересны любому обывателю, потому что сейчас вы меня видите и слушаете, а рука тянется к гаджету. Оказывается, человек в течение дня неоднократно совершает до 70 сессий, когда он ходит в интернет и мониторит, просто листает в социальные сети. Оказывается, всё то же исследование показало, что для того, чтобы наш мозг активизировался, активизировался, необходимо 23 минуты. Это тот некий временной интервал, когда наш мозг загружается на полную. Давайте примитивно представим, что наш мозг — это простой компьютер. И вот для того, чтобы он окончательно разогрелся, необходимо 23 минуты. Вы ловили себя когда-то на мысли о том, что вы не можете сконцентрироваться, собраться с мыслями, и, по сути, ваше сознание как чистый лист. А потом происходит какая-то перезагрузка, и всё, приходят вовремя мысли, и те мысли, которые необходимы, которые нужны. Так вот, оказывается, человек тянется к телефону, к смартфону каждые 15 минут. Где же эти 23 минуты, которые на полную загрузят наш мозг? Где же то понимание и необходимость, что нужно включить максимально свой мозг для того, чтобы сотворить или совершить какое-то глубокое размышление, включить свой мозг на максимум? Даже если не захочется провести эксперимент, я могу предложить страницу научного какого-то популярного журнала, и в качестве противовеса могу предложить какую-то страницу популярного блогера Инстаграма. Ну, по сути, заранее знаю результат, ваши глаза потянутся туда, где более ярко, где более красочно, где более насыщенно. Мы любим наблюдать за чужой жизнью. Мы любим подглядывать. Я не говорю, не обобщаю, говорю о всех, но, в принципе, вот этот глянец, который нас сегодня сопровождает, это наше сегодня, ну, такая сущная естества, страница нашей жизни. Вот если всё-таки наш мозг, который потребляет энергию на 20%, этот мозг максимально не хочет работать, потому что мы даже ночью, а это доказала лаборатория Касперска, даже ночью люди на 60-70% онлайн. То есть это время, когда получение быстрого удовольствия, этого удовольствия, которое приносит нам просто некую разрядку, мы хотим вот прямо и сейчас получить некое псевдоудовольствие. А потом наступает какой-то период перенасыщения. Ну, много психологов, социологов говорит о том, что сегодня есть духовная эрозия, что люди сегодня устали понимать, соприживать. Они впадают в некую крайность понимания того, что до вот того глянца, до вот той яркой страницы им не дотянуть. Поэтому наступает какое-то глубокое разочарование, какая-то такая депрессия, которая сопровождает человека и выйти отсюда уже довольно-таки сложно. И с другой стороны еще, если я говорю, что мы сегодня живем в век информационных технологий, если мы сегодня говорим, что информация — это некий капитал, и владея этим капиталом, мы являемся богатыми людьми, и тут я поставлю под некое сомнение. Опять же проводилось исследование, говорящее о том, что мы давным-давно уже не используем долгосрочную память. А зачем? Просто сказать «Окей, Гугл» и любая информация в районе одного клика, и мы добудем все. Опять же проводили некий такой социальный эксперимент, когда людям сказали какой-то просто интересный факт. Ну, предположим, что медуза не имеет мозга, или, к примеру, то, что мозг страуса где-то меньше, чем его глаз. Казалось бы, информация, которая должна отпечататься в нашей памяти, но когда потом уже все-таки проанализировали и провели какой-то анализ, то все это оказалось, в принципе, не настолько глубоко изучено. Такой маломальский факт, который лежит на поверхности, оказывается, человеку не нужно. Когда через довольно долгое время спросили у человека, он сказал «Да что-то было, страус, что-то там интересно, я сейчас спрошу у Гугла». Это то, что сегодня отражает вот это псевдо-удовольствие получения быстрого знания, быстрой информации. А человека действительно сопровождает по жизни желание и погоня получить удовольствие во благо себя. Если посмотреть все-таки толкование слова «удовольствие» и обратиться к словарю «Далю», то это радостное состояние, это какой-то период, который сопровождается радостными эмоциями. Если говорить о все-таки уже структуре этого слова, то слово «удовольствие» в основе своей лежит биологическая какая-то сущность естества человека. удовлетворить свои потребности, удовлетворить свои потребности в еде, удовлетворить свои потребности в общении. Мы получаем удовольствие от прикосновения приятного нам человека. Мы получаем удовольствие, насыщая свой организм какими-то естествами. А где же то духовное удовольствие, которое делает нас, человеком? Сегодняшняя наша действительность говорит о том, что очень много, когда человек не понимает, что, оказывается, делиться духовным удовольствием намного приятнее, намного благостнее, намного удивительнее, чем просто-напросто потреблять. Но вот смотрите, если за столом находятся люди, а на столе представлены блюда и одно из блюд — красная икра, то, конечно же, мне, как любителю красной икры, очень хочется удовлетворить свой запрос. То есть я получу удовольствие от того блюда, которое мне нравится. А если за столом находится еще такой же любитель красной икры, вряд ли мы в этот момент будем друзьями по пониманию нашего объекта удовольствия. С другой стороны, если существует восточная притча, которая гласит приблизительно так. У меня есть яблоко, и у тебя есть яблоко. И давай обменяемся этими яблоками. А если мы обменяемся этими яблоками, то у каждого останется по яблоку. То есть мы удовлетворим свой примитивный какой-то такой биологический запрос. У меня есть идея, и у тебя есть идея. Давай обменяемся идеями. Мы стали намного богаче, мы стали намного духовнее, целостнее. Мы обменялись этими идеями. Давай меняться настроением. Наше настроение будет больше и на градус. Мы получим удовольствие от общения. Ведь, наверное, согласитесь со мной, что делиться каким-то близким своим партнером не очень приятно. А вот делиться какой-то эстетически важным моментом очень-очень приятно с близким человеком. Да и не только с близким, с вами тоже очень приятно по ту сторону экрана поделиться. Если говорим о наслаждении, сама структура этого слова — сладость. Мы наслаждаемся чем-то. Это что-то сверх меры. Это что-то, что ставится уже через ожидания. Это то, что ощущается и непредсказуемо. Мы получаем наслаждение от заката. Мы получаем наслаждение от классической музыки. И тут вы можете со мной не согласиться, но здесь есть два полярных градуса. Или мы получаем наслаждение и смакуем, смакуем каждый звук. Или человек, который не готов это воспринимать, тогда человек просто испытывает какую-то скуку. Мы наслаждаемся каким-то моментом, который нам очень приятен. Мы его растягиваем. Мы настолько ощущаем себя причастным к этому моменту наслаждения, что хочется его повторить и продлить. Кстати, о том, что сегодня человек вступил в период быстрого удовольствия или фазу быстрого удовольствия, говорит о том, что мы работаем для того, чтобы купить себе удовольствие. Удовольствие — это, оказывается, продукт современности, и, оказывается, его можно продавать. Человек, приходя домой, все больше и больше заменяет живых своих друзей на виртуальных друзей. Социальные сети стали уже теперь некой неотъемлемой частью, а родители гаджеты теперь уже поставили себе на службу в качестве бибисистера. Очень часто можно видеть и встретить, что дети с малого возраста поглощены смартфонами, а родители просто умиляясь говорят, ой, мой в три года уже освоил, умеет включить мультик, мой уже прошел какую-то игру и так далее. Неужели это сиюминутное удовольствие получить время для собственных дел родители не могут заменить наслаждением, общаясь с собственными детьми? Это все-таки такая важная тема, которую я тронула, о том, что мы сегодня немножко потеряли ориентиры времени, что это какая-то такая приоритетная ценность, которая ставится во главу всего. Почему это удовольствие сиюминутное? Нам нужно задуматься о том, что мы оставим после себя, насколько нам в удовольствие то, что мы делаем, насколько нам в удовольствие то, что мы понимаем, что мы ощущаем, что мы признаем. Мне хочется пожелать вам, чтобы вы получали удовольствие от каждого прожитого дня, чтобы вы наслаждались своим окружением и чтобы вы действительно отложили сегодня этот смартфон, для того, чтобы получить удовольствие от общения с вашими самыми близкими людьми.